добрый день уважаемые зрители нашего канала сегодня мы вам покажем как можно проверить систему airmatic пневмоподвески на кузове ml 164 принципе на всех остальных то же самое запускаем наш эксцентрия 1220 использовать будем VCI SE приборчик выбираем mercedes легковые автомобили автоматическое задание автомобиля программа сама определит какой у вас автомобиль не ждем пока запустится программное обеспечение забываем включить зажигание на машине все это делается на включенном зажигание но не на заведенной машине многие пытаются на заведенной машине делать диагностика этого сделать не нужно только в том случае когда вас об этом просит сама диагностика нажимаем f2 не забывайте подписываться на наш канал ставить лайки вставлять комментарии ждем подключения пишите в комментариях какие блоки вы хотите увидеть в данном случае система работает хорошо пневмоподвеска никаких проблем пока не имеет ждем пока прогрузится все блоки на этой машине все блоки на этой машине процедура несложная видим что на машине ошибок практически нет мелкие ошибки по лампочке остальное машина в неплохом состоянии ждем завершения короткого теста короткий тест у нас закончился заходим в систему айрматик нашу пневмоподвеску выбираем пневматические проверки чтобы проверить непосредственно компрессор как он работает держит ли давление запускаем проверку самого компрессор жмем f2 и смотрим на экран диагностика сама все делает видим что у нас все в зеленую зону выходит получаем сообщение что у нас безупречно функционирует компрессор выходим переходим к следующему тесту проверка герметичности блок клапанов нажимаем f2 компрессор не новый на машине просто в рабочем состоянии для примера как должно выглядеть когда компрессор рабочий чтобы иметь представление ждем завершения тестов видим что у нас все в зеленой зоне герметичность присутствует еще раз повторяю проблем нету на данный момент но рекомендую все-таки проверять фильтр на входе в компрессор частенько там лопается шланг трещины на нем его лучше заменить вместе с фильтром чтобы грязь не попадала в компрессор это продлить жизнь ему сильно также желательно менять силикагель в осушителе компрессора он разборный как-нибудь сделаю видео по этому поводу или же сушат высыпают силикагель и просушивают его далее мы перейдем действительные значения и проверяем напряжение датчики всевозможные видим напряжение какие должны быть все в норме напряжение бортовой системы уровень кузова машина стоит не на ровном месте это обязательно надо учитывать давление в ресивере в норме и давление в каждой стойке не забываем учитывать что у нас машина стоит не на ровной площадке могут быть небольшие расхождения перед и зад сейчас повторяю проблему машины с пневмой нету на данный момент также смотрим время компрессора работы положение блокировки у нас не включено потому что кнопка поэтому пишет нет варианты страны в данном случае машина из германии показывает остальной мир проверяем память событий не забываем видим что у нас события отсутствуют проблем потому что не было с пневмой поэтому события отсутствуют на этом мы будем заканчивать видео то есть видим что все элементарно компрессор можно проверить удаляем ошибки по лампочкам включаем зажигание включаем зажигание выходим из программы даст всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии пишите если вы хотите какие-то другие блоки посмотреть в рабочем состоянии как этим пользоваться всего доброго на нем в 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 Субтитры сделал DimaTorzok